Я где-то слышала, что твой настоящий вес — это когда ты утром проснулся, ещё не успел ни сходить в туалет, ни попить, ни покушать. Вот мой настоящий вес. Но сейчас всё изменится. Выложила уже сейчас видос новый из разряда дневника, и ещё пока никто ничего не писал, вот только-только выложила. И понимаю, что я, наверное, там много всего наговорила. Не берите просто всё на свой счёт. Я всё равно буду снимать такие видео, потому что я стала видеть результат в своём питании сейчас, спад в весе. И это не потому, что я там снимаю и бла-бла-бла. Это потому, что есть какая-то мотивация в этом. Надеюсь, каждый найдёт для себя мотивацию. Не беру в расчёт свои видео. Каждый находит мотивацию в том, что ему нравится. Я как утром поела овсянку, так больше ничего и не ела. У меня была целая миска фруктов, яблоки и мандарины. Я уже, кстати, второй день так делаю. Я до обеда кушаю. У меня завтрак, обед, может быть. Вот сегодня, например, не было обеда. Полноценного, нормального не было. И я ела просто фрукты. И пью много воды. Сегодня у меня такой ленивый день. Я сегодня никуда не ходила. У меня сегодня домашние дела. Планировала ещё съёмку видео на тему косметики. Но вот не знаю, нужно вообще это, не нужно. Меня последнее время какие-то сомнения огложат. Пока ещё не поздно, решила передохнуть. И решила сделать себе домашние чипсы из обычной картошки. На фоне у меня там уже готовится очередная партия. А в тарелке их всё больше не становится. Потому что я сижу, жиру их постоянно. Ну, вообще для этого они и готовятся, в принципе. Но хотелось бы уже... В общем, короче, это так долго. С чем я вообще затеяла это, не знаю. Я уже сегодня тоже позавтракала. Также овсянка, ничего не меняется. Правда, была куча бутербродов с икрой красной, которую привёз нам друг. В общем, было вкусно. А мы, знаете, что с другом делаем? Шаурму домашнюю. У нас были всякие-всякие-всяческие ингредиенты. И мы вот уже две сделали. Одна, вторая. Ну, это неудавшиеся, он сам делал. Впрочем, мы тоже попервах делали с молодым человеком. Такие же подушки у нас получались. Сейчас более-менее получаются такие, как нужно. Замесили вот смесь адская у нас. Тут всё, всё, что только можно. И красная икра, и кукуруза, грибы, рис. Всё, что только душе благорассудится. Я пока буду две штучки эти разогревать. Вдруг побежал за сметаной, потому что у нас смазка для длина закончилась. Короче, вот так вот у нас и проходят дни. Вдруг уже который день подряд ест всякую-такую фигню. Я воздерживалась сейчас, вот решила себе сделать одну. Заточить. Пока не поздно. Пока эти будут жариться, я сейчас закручу себе такую, которая будет без обилия смазки, потому что я со сметаной точно не буду. Хватит. Вот такая красота. День обжираловки, так как выходные. А мне ещё кто-то обещал блины на выходные. А опасность. Ну я, кстати, похудела. Я сейчас вешу. Вот. Так что можно себя чуть-чуть побаловать. Я всю неделю держалась изо всех сил. Не поверите, я только что потренилась. И уже приготовила себе еду. Просто жду время, пока я отойду от тренировки. Буду готовить сегодня борщ. Потому что давно не ели ничего такого горячего. Всё как-то в сухомятку, всё быстро. Уже, наверное, месяц я точно не занималась. Ну, с периодичностью было там пару раз, наверное, в месяц. Сегодняшняя тренировка далась мне так с трудом. Доброе утро. Следующего дня. Сейчас уже 2 часа дня. Я утром позавтракала борщом, который я вчера сварила. Довольно-таки жирненьким. Но это неплохо, потому что я вчера занималась, на удивление. Само в шоке. Завтракала я очень рано. Где-то в часов 8, наверное. И сейчас на обед у меня картофель жареный с салом. Собственно, посолом. И лучок. И, конечно же, ведро салата. Салат я, конечно, весь не буду есть. Потому что это было бы глупо. Сижу сейчас на данный момент. Играю, не поверите, в ферму. У меня она раньше на телефоне была. И я в нее играла постоянно. Это вот просто залипалово какое-то. Я не могу отделаться от нее. Мне нужно бежать в душ, приводить себя в порядок. Всем приятненького. Сегодня уже другой день. Я также завтракала борщом с салом. Я считаю, это здоровый такой завтрак. Нормуль. Но на данный момент у меня обед был банан. Вот эти остатки, это был он. Я не успеваю не пообедать нормально, ничего. Я возьму с собой еще пару яблок и бегу. У нас на улице жуткий холод. Настроение пока супер. Я тренируюсь. Питаюсь более-менее лояльно. Стараюсь, конечно. Утром сегодня конфеток немножко поела. Вес снижается на данный момент за счет того, что я уже ела, за счет того, что я пила много жидкости. Вес мой вот такой. Я считаю, это еще нормальный вес для человека, который в принципе-то особо не парится. Что вы думаете? Я до сих пор с обеда ничего не ела. Я, правда, забегала, салатика перекусила. Но это такая еда, блин. Поэтому возьму сейчас в дорогу 2 или 3 яблока и будет мне счастье, потому что уже 7 вечера почти и есть я просто не имею права. Сегодня уже другой день. Я утром покушала овсянку снова, так как борщ закончился. Сегодня нужно еще что-нибудь приготовить. Я даже не знаю, что. В принципе, там есть рис, квашеная капуста. Наверное, это будет мой будущий обед. И в скором времени я уже буду кушать, потому что я была занята. И у меня не было времени поесть. Я, правда, съела халву вчера, покупала. Сегодня покушала. Но я грешна, потому что вчера, когда я купила ее, это был уже вечер. И я все равно кусочек продегустировала. Не смогла себе отказать в этом. Но, надеюсь, ничего нигде у меня не вылезет из-за сладкого. И, соответственно, в других местах тоже. Рассказать вам, как протекает мое преображение. По поводу веса. Я немножко отошла чисто психологически. Проще стала на это смотреть. И в большей степени мне помог в этом как раз-таки молодой человек. Не потому, что он мне говорит, что все нормально. Он мне не говорит так. Он просто меня поддерживает. И ему за это большое спасибо. Потому что если бы он мне постоянно говорил о том, что у меня все очень плохо, или наоборот, что у меня все очень хорошо, то результат был бы совсем другой. Как психологически, так и физически. На данный момент я придерживаюсь все-таки нормального питания. Но все равно, как вы видите, я позволяю себе какие-нибудь вкусняшки. Так что чувствую я себя получше. Именно психологически. Но в объемах я чувствую все равно дискомфорт. И у меня было снижение веса. Жалко, что я не засняла его. А может быть и засняла, я не помню уже. У меня был что-то 51 килограмм, по-моему. Я была просто счастлива. Но сегодня утром натощак взвешивалось у меня 52, 200, по-моему, что-то. Нет, ровно 52. Я чувствую все равно дискомфорт в теле, которое есть такое, какое оно есть на данный момент. И у меня не было целью похудеть, конечно, до Нового года, как многие сейчас себе ставят цели. Как раз-таки, когда вы ставите себе такие цели, гоняете себя в короткие рамки, это плохо. Плохо сказывается на психике и эмоциональном состоянии. Я не хочу этого, поэтому я не спешу никуда, постепенно, по чуть-чуть. Я себя подготавливаю к этому. Я не третирую свой организм, питаюсь нормально, балую себя иногда. На прошлой неделе я занималась два раза. Сейчас из-за того, что у меня голова вот такая, праздники, я бегаю туда-сюда, и у меня не получается никак позаниматься. И понимаете, самое главное, что я перестала себя грызть за то, что я съем сладкое, за то, что я где-то не позанималась, за то, что я какой-то день провалялась в кровати. Я просто пытаюсь теперь, знаете, как делать? Если я делаю что-то, и я засекла себя на этом, словила себя в этот момент, вот как на данный момент я только что валялась в кровати, поэтому и выглядела такой сонной. Но я взяла себя за шкирку просто и подняла, заставила себя переставить ноутбук, села за стол, соответственно, я уже двигаюсь. А так бы валялась, пока мне не нужно было бы собираться и уходить. Поэтому я делаю вот так, в какие-то моменты ловлю себя, заставляю подниматься, заставляю что-то делать. Также на прошлой неделе я заставила себя два раза заниматься, буквально по той же самой схеме. И надеюсь, что буду так и дальше. Для кого-то кажется всё, что я говорю, таким детским лепетом. Многие думают, что я психологически неустойчива буду из-за того, что я делаю. Я это всё прекрасно понимаю, что могут быть и срывы, и всё остальное, поэтому я себя не третирую, поэтому я просто делаю это всё на лайт-версии. У меня просто было уже всё это, я это всё переживала, и срывы, и анорексия у меня была. Короче, у меня есть опыт, и поверьте мне, я вот как раз-таки учусь на своих ошибках, поэтому вам озвучиваю всё. Хочу, чтобы вы не делали так, как делаю я. Имеется в виду плохие моменты? Конечно же. Хэй!